Ребята, всем привет-привет! Меня зовут Арина Корчкова, это моя подруга Настя, и сегодня она согласилась рассказать нам про разницу, да, учёбы в МГИМО и учёба в Венском университете, который находится на данный момент на 168-м месте в списке, ну, университетов, топ-университетов мира. Тоже я этого не знала. Да, я сделала ресёрч. Окей. И да, мы зададим пару вопросов, узнаем, где плюсы-минусы, где дешевле, лучше учиться, интереснее, где лучше подход. Короче, все вот эти моменты. Я на этот вопрос не могу ответить, потому что я не училась в российском ВУЗе, и Настя сделает это для нас. Настя, расскажи, ты училась, получается, в МГИМО на бакалавре, правильно? Да. На каком факультете? На факультете международных отношений, или МО, как нас его называли, сейчас он, по-моему, разбит на два направления, это региональное и именно международное отношение, то есть МО-МО и МО-Регион. Я училась по региону, то есть у нас был больше фокус на именно региональное, то есть Area Studies, мы выбирали один, ну, точнее, мы его не выбирали, на нас его складывали. Язык, который мы должны были изучать на протяжении всех четырёх лет. То есть человек не может выбрать язык? Да, как правило, если ты поступаешь на международные отношения, МГИМО язык ты выбирать не можешь, потому что в МГИМО есть такие языки, как, например, амхарский, синегайский, монгольский. Я, кстати, училась в одной группе с ребятами, которые монгольский изучали. Это были, как правило, ребята, которые по Олимпиадам, по Умники и Умницы поступили, вот их именно больше всех такие группы сливают. И я на тот момент, я изучаю японский, начиная с 14 лет, как ты знаешь, я пришла со своим сертификатом C1, такая, ребята, у вас нет выбора, и они меня отправили на японский. Для продолжающих. Обалдеть. Окей, и ты выпустилась с уровнем C2 японского. Как сказать, мне кажется, я уже на тот момент начала потихоньку забывать и забивать, потому что в МГИМО идет всё-таки большой фокус именно на политический перевод, на новости и всякую, знаешь, такую повседневную лексику ты постепенно забываешь. Ребят, я, кстати, хотела напомнить, в общем, я уговорила Настю, чтобы она нас получила немного японского, и мы запишем видео с той японских фраз, так что подписывайтесь на канал, потому что она скоро будет. У тебя теперь нет выбора. Окей. Я подписала контракт с дьяволом. Ребята, я и моя команда в ближайшее время мы собираемся провести несколько вебинаров для подготовки к IELTS, да, мы полностью разберём все моменты, как подготовиться самостоятельно к экзамену IELTS. Также есть вебинар, который мы проведём, да, как выучить испанский за 60 дней. Также вебинар для продолжающих по испанскому, мы ещё тему не выбрали, но уже работаем, готовимся, выбираем даты. В общем, несколько вебинаров ждёт. Также есть программа уже, но мы ещё дату не выбрали, для вебинара по английскому, для преподавателей по йоге, для преподавателей по фитнесу, любому виду фитнеса, и для преподавателей по танцу. В общем, вся информация выходит на моей страничке в Инстаграме и на страничке в Инстаграме школы. Здесь мы не всегда всё успеваем выкладывать, поэтому под видео вы можете подписаться, чтобы ничего не пропустить, потому что онлайн мероприятия проводятся у нас безумно редко, где вы сможете задать вопросы, где вам подробно ответят на ваши вопросы. Так что обязательно подписывайтесь на Инстаграм, чтобы быть в курсе. Скажи мне, пожалуйста, а если я, допустим, непременно хочу изучать китайский, вообще никак нельзя перевести? У нас была очень строгая замдекана, нужно было обращаться к ней, потому что она по всем этим вопросам разбиралась. Иногда получалось убеждать, но чаще всего нет, по переводу на другой язык. Ну, я особо не слышала случаев, где люди смогли поменять язык, но знаю, что у некоторых получалось, но, как правило, лучше не надеяться. Ну, когда ты поступаешь, ты можешь указать три языка, которые были бы предпочтительны. Они могут принять во внимание, а могут не принять во внимание, если у них на Суахиле не хватает на работу. Ты оказался в Эники-Бэники-Дели, или как они там выбирают? Понятно. Слушай, очень интересно, потому что я учусь на лингвистическом в Венском университете, и у нас это, ну, то есть вопрос реально, ну, одной недели решает себя. Более либерально. Да. А скажи, пожалуйста, по ДЗ, вот есть в Венском университете, есть МГИМО, да, где у тебя больше было домашки? Вообще, я думаю, что в МГИМО было побольше в среднем домашки, потому что я помню, что даже... У меня тогда не было работы, сейчас у меня две работы, как ты знаешь, и я всё равно там спала по три часа в день, где-то четыре, это, ну, было ужасно, то есть было очень много домашних заданий, и было очень много тестов, которым нужно было готовиться здесь, ты готовишься, как правило, если этот тест есть вообще, то это, как правило, финальный тест, либо midterm. Окей, поняла. Вопрос ещё такой по нахождению. Сколько времени ты находишься в университете? Потому что у меня... Я учусь на Бакалавриевском университете, на лингвистическом факультете, в межкультурной коммуникации. Настя учится на... Как она называется? East Asian Economy and Society. Там даже нету слова японский. Я изучаю экономику и общество стран Восточной Азии, то есть это вся Восточная Азия, Япония, Китай и Северная и Южная Корея, иногда туда включаются страны Иосиан также, то есть я висит на регион изучаю и добавлю китайский язык. Обалдеть сейчас. Да, обалдеть. У меня лично дела обстоят так, с предметами, что у нас есть необязательные предметы, лекции, на которые ты хочешь ходи, хочешь не ходи. В итоге все люди приходят к тому, что чаще всего не ходят, потому что легче бы изобретать реально материал, который есть. А на обязательные предметы, там ты сам выставляешь. У меня примерно выходит 3-4 раза в неделю, приблизительно я нахожусь по 5-6 часов в университете. Вот так вот. У тебя как с этим? 5-6 часов в неделю? Нет, ну в день. 3 раза в неделю, считай. Да, 3 раза в неделю примерно 5 часов в день и 1 раз там полтора-два часа. Мне кажется, у меня 4 китайских, 4 разных класса по китайскому и всё. Ну нет, это много. А, да, два семинара и китайский. Да, для нас, как правило, если ты берешь семинар и язык в одно время, это уже много. Потому что на эти именно занятия больше всего упора, то есть они у нас обязаловка. Да, да, да. Плюс есть такие же лекции, как у вас, там их можно выбирать. Сами для себя там 20 СТС, каждый из них где-то по 3-4 СТС, сколько наберешь. То есть я их все набрала в первом семестре, потому что, учитывая, что я русская, кстати, много у нас русских, которые приезжают в летнем семестре. И обычно это занятие начинается в октябре, я начала в марте, то есть год назад. Да. Вот. Потому что виза долго делается. А я просто решила не рисковать и не приезжать сюда. Некоторые приезжают в туристической и потом продляют уже её до... А, ну я так сделала. Да, да, да. Вот я не стала так делать. Но я по визе Де приезжала. Я по визе Де потом продляла. Окей, а по поводу подхода учителей тоже такая тема. Как оно в России, как оно, ну именно в Нема, как оно здесь у тебя? Потому что, ну, для меня было таким сюрпризом, что меня никто не знает по имени практически. Вот. И, ну, то есть нас, ну, нас нету практически возможности пообщаться. У тебя есть один час в неделю, который есть у всех, да? Это единственный час в неделю. Да, 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 да. Когда учитель, ну, ты можешь прийти к нему, заранее написав мейн, что ты придёшь, поговорить. И очень часто это, ну, буквально три минуты разговор, потому что у него ещё есть там студенты, которые ждут. Можно написать сюда e-mail, они тебе ответят. Но, ну, то есть, как бы, это не такое, там, плотное, да, именно идёт общение. Потому что у меня девчонка-подруга в Швейцарии до этого училась. Она говорит, там все знают, все помогают, все прямо, ну, вместе, короче, идут вот эти все годы, как лучшие друзья. Вот учитель с учеником. Здесь вообще, то есть, ну, нас даже не заметят, придёшь, придёшь, то есть, ну... Если преподаватели мне могут когда-нибудь увидеть это видео, у меня будут большие проблемы. Потому что тебе, явно, не с чем сравнивать в России, потому что здесь намного более индивидуальный подход. Но, опять-таки, у меня другой опыт. Потому что здесь, например, у меня был момент, где препод со мной говорил про мою только курсову 50 минут прямо. То есть, он сидел и просто про мою курсову со мной рассказывал 50 минут. То есть, ему никогда такого подхода абсолютно не было, и никто никогда тебя по имени не помнил, да. Здесь они всегда именно запоминают имя, всегда по имени. Потом, здесь больше намного они заботятся о том, что вы что-то выучили, что-то запомнили, что-то вынесли с этого занятия. Во всяком случае, у меня такой опыт. То есть, именно намного более интересный подход, интересная подача материала, практическое его применение зачастую. А в МГИМО, мне кажется, настолько всем всё равно было. Чаще всего занятия состояли просто из того, что студенты выходили по очереди, делали презентацию. Прямо просто сидит и смотрит на это всё. То есть, иногда вообще ничего из занятия не выносилось. Экзамены проще здесь или в МГИМО? Здесь проще. Могу объяснить, почему. Просто сами экзамены по себе, подход к ним абсолютно разный. В МГИМО у нас до сих пор проповедуется изобрелевка, то есть тебе даётся список билетов. У тебя вообще, наверное, такого никогда не было. Боже, у нас был один раз такое, что у нас были приблизительные билеты, и я обожаю, когда дают приблизительные билеты. Потому что я один год не могла ждать один предмет, потому что преподаватель, ну у нас есть такая преподаватель, она не умеет формулировать. Она, ну то есть, она задаёт риторический вопрос, и ответ нужен на него, и 10 вариантов ответа. И каждый из них, блин, по сути, немного подходит. То есть это как multiple choice? Да, когда ты говоришь про искусство, про литературу, да, анализ литературы, я готова объяснить это написать. Но multiple choice задавать, причём такие вопросы, которые, ну ты прям, знаешь, они прям все одинаковые. Как вот на IELTS, знаешь, тоже самое. Вот, и я такое не люблю, когда, ну то есть, когда у тебя нету какого-то ориентира, когда тебе реально не дают ориентира, учи. Ну вот у меня был такой опыт, и я год не могла ждать, этот бюроцкий, дебильный предмет. Мои друзья тоже не могли, мы с третьего раза ждали. И всё, слава богу, уже. Но у меня в этом семестре ещё есть предметы с этим вообще. Поэтому я думала, боже, какие счастливые люди, у которых есть билеты. В МГИМО, как правило, просто количество этих билетов всегда убивало, потому что получаешь их в районе 70 билетов. От 30 до 70, 72, мне кажется, у меня максимум было билетов. Это ужасно. Это когда тоже момент такой, когда ты хорошо, у меня с памятью, я очень быстро, вот, поэтому с этим нет проблем. Я просто не люблю, когда задают абстрактные вопросы. Ну да, вот. У меня немного здесь другой опыт с экзаменами. Здесь экзамены, скорее, в применении полученных знаний состоят, и поэтому готовиться к ним, ну, мне лично легче, потому что я просто учусь на протяжении семестра, делаю всю домашку, читаю статьи все, которые задают читать. И потом тебе уже легко. И оп, студенческая паза аренде, у меня есть на бакалавриате, видимо, нет этого на магистратуре. Это предметы, которые 30 тест, 30 пунктов, которые нужно сдать, это как бы вводная часть, да, то есть в моем случае это было основы перевода, это языковые экзамены были, умение работать с грамматикой, умение работать с текстом, умение, знание истории и культуры двух стран. Ну, то есть в моем случае, да, это было, я сначала Францию сдала, а потом я еще сдавала и Латинскую Америку, и Австрию, вот. То есть, ну, то есть дальше, чем, если ты эти не сдаешь, вот эти экзамены, ты дальше не идешь, и ты хоть там 4 года с ними сиди, ты все равно дальше не можешь идти. Ну да. Только ты вот проходишь вот эти первые 30 тест, там открывается все, и ты уже сам себе составляешь все, что ты захочешь. Сколько ты готовишься к экзамену? Ты готовишься, то есть, за ночь, или ты готовишься весь семейство? Нет, я не могу готовиться за ночь, я могу готовиться с утра. Окей. Да, это правда. А я не знаю, что я просыпаюсь очень рано. В 5-4 утра, то есть, понимаете, я любитель просыпаться рано, и я очень рано не еду, чтобы я встала раньше этого человека. Ну да, я такой дикий жаворонок. Я бы сказала, супер дикий жаворонок, какая-то странная птица. Ну, как я сказала, готовиться к экзамену не так уж много времени занимает из-за того, что знания-то уже получены. Мы поправили в течение семестра, в отличие от МГИМО. Да, МГИМО я, как правило, с пустой головой подхожу к экзаменам, и потом я ее наполняю на протяжении трех дней. У меня всегда был период 3 дня подготовки за упряжки билетов, и я была готова. Здесь я скажу, что мне одного дня на экзамен хватает. Окей. Да, да. Не, мне побольше, мне побольше. Ну, я на лекции не хорошее. Ты мне, если, ребят, кстати, вам интересно про поступление в Оксфорд, напишите в комментариях, и мы запишем. Мы запишем это видео, кажется, будет еще длиннее. Окей. Я поселюсь на этом канале, и тебе придется меня записать в имени. Окей. Настя поступила, ее приняли в Оксфорд, она сделала выбор на Венском университете. Да. Я не делала выбор, а Оксфорд сделала выбор за меня, потому что они мне не дали полную стипендию. Оксфорд, привет, если ты это слышишь, я все еще злюсь. Мне интересна вообще экономическая часть. Ты живешь в Вене, оплачиваешь полностью себя у родителей, не просишь помощи. Прошу, они ее не дают. Окей, ну, как я для себя это вижу, Вена это дорогой город, он становился вот в том году девятый раз, да, по-моему. Вена стал в девятый, по-моему, раз, девятый и девятый раз лучше города. Уже все поняли. Городом в мире для жизни, но при этом здесь не так просто и дешево жить. Зарплата здесь хорошая, зарплата здесь, ну, какие нормальные, 3-4 тысячи лет. Для тех, кто может работать фуллтайм. Да, для тех, кто может работать фуллтайм, для тех, кто, не знаю, мне кажется, австрийцам легче найти здесь работу. И вообще людям из Европейского Союза. То есть мы же не входим в Европейский Союз. На нас документы долго делать. Для нас очень много нужно документов, и можно работать только 20 часов в неделю. Ну, это только для студентов. То есть ты потом можешь сделать визу работой. Не, разумеется, потом. Ну, мы же сейчас про студенческую жизнь. Ну, это просто, да, да, да. И нужно сначала найти такую работу, которая у тебя на 20 часов приняла. Они, знаешь, что сейчас стали делать? Они делают в Акасе не на 20 часов, а на 25, чтобы именно люди, которые не из Европейского Союза, не могли туда подаваться. Да, вот. Но это на самом деле очень жестко. У них там тоже какие-то правила, в принципе, как и у всех стран, что им надо доказать, что именно этот человек, который ты хочешь взять, не из ЕС, вот именно он нужен, что такого нет. Это не распространяется на тех, кто закончил магистратуру. Кстати, так что всем рекомендую. Я, например, не буду проходить через эту процедуру. Я просто могу, если я найду работу, которая входит в мою специальность, в мою специальность входит в что угодно, мне кажется, и которая будет выше определенной марки, я могу легко. Окей, скажи мне, пожалуйста, экономически, у тебя нет стипендий здесь, правильно? Нет, но я недавно получила от студенческого Союза 150 евро. 150 евро и 150 евро. Сколько походу в магазин? 5. Ага, 30 евро. Ну, я приблизительно 20 евро. Но я чаще хожу, чем в магазин. Ну да, я сейчас хожу в магазин только раз в неделю. Не, я через день, через два. Окей, мне интересно, ты училась бесплатно в МГИМО, правильно? Да. Общага была бесплатна? Общага была не бесплатна, но если сейчас подумать, сколько я сейчас получу за свою комнату, хотя она того стоит, это было бесплатно. Я платила 6 тысяч рублей в семестр. Сколько ты платишь евро за школу? За комнату. 395. Это уже. А, ты тоже? Я думала, что ты меньше платишь. Я платила меньше, у меня контракт изменился. Я платила 350, потом они повысили. Ну ладно. А что если они у меня тоже повысят? Там могут. Это написано в контракте, что они могут повысить. Ну, то есть и тогда мне и всем повысят. Блин. Да. Поэтому имеет смысл более длинный дел. Мне интересно вот по поводу того, что ты зарабатываешь. Как сложно жить студенту в Австрии, работая, зарабатывая самостоятельно, без помощи родителей, учиться, это все совмещать. Насколько это сложно? Ну, очень сложно. Ну, очень сложно. Ты знаешь, что когда до коронавируса я просто... Мы ее не видели. Да. Меня никто не видел. Все мое свободное время протекало с утра. И то, как правило, это было время не свободное. С пяти утра до семи. Да, с пяти утра до семи утра, до того, как нужно было собираться на работу. И то, как правило, ну что это, позавтракать, принять душ, домашку сделать. Потом я уходила на работу, либо уходила в универ. Оттуда, опять-таки, на универ или на работу, прихожу, преподаю. Тяжело достаточно. И денег все равно не так уж много, но некоторым везет больше. Но, как правило, студент получает, ну, тысячу евро. На эти деньги прожить довольно сложно. Но учитывая, что 400 из них я отдаю за аквабату здесь. Плюс нужно платить 750 евро за семестр, за учебу. Причем это не за учебу мы платим, потому что сам университет, мы за него, по-моему, 20 евро платим. За то, что мы платим, мы платим налог на обучение иностранного студента. И это не идет в женский университет, это идет в... туда, в налог. Окей, да, на самом деле я абсолютно согласна с Настей, что русскому студенту... Вообще, в принципе, студенту не из ЕС сложно с валютой. Потому что у меня есть друзья из Колумбии, у меня есть, ну, друзья там в Казахстане и так далее. Украина. И, ну, это вот прям первое время, особенно, это борьба такая. Ты борешься. Особенно, если ты не знаешь немецкий. Особенно, если ты не знаешь немецкий. Я не очень хорошо говорю по-немецки. Австрийцы, они не всегда готовы переходить на английский. В нашем случае мы живем с одним немцем и с двумя... Австрийцы, австрийка. И я-то знаю немецкий? Ну, в общем, это всегда англо-немецкий. Я недавно день рождения была, и они просто сидели между собой по-немецки, и Арина такая... Maybe we should switch to English. It's her birthday. Да, да. Спасибо тебе, я заценила. Спасибо. И они продолжают говорить по-немецки. Да, это... Я не знаю. Но это зависит от людей. Это зависит от людей. В условиях коронавируса как проходят занятия у тебя? У меня проходят они... Нет онлайн-рог. Я слышу, что ты там с кем-то разговариваешь на китайском. Твои... Как правило... У нас все на платформе. Дымашка делай, высылаешь. Как тебе? У нас еще одна приемка, что только не сдалась. Все остальные стали свои занятия записывать. Просто на аудио, высылать их вместе с презентациями. Только одна по-китайскому. Но, как правило, я не так уж много и говорю там. То, что я говорю по-китайски, это я, как правило, записываю свою домашнюю работу. То есть нам сейчас заставляют делать очень много записей и отправлять. Проблема в том, что иногда я сделаю какую-нибудь ошибку в этой записи, приходится ее заново делать. И так много-много раз. Поэтому это очень много времени занимает. Хорошо. Здесь ты не жила в общежитии? Нет. В общежитии МГИМО какое? Оно хорошее? Все зависит от соседей. Потому что здесь ты можешь выбирать соседей. В любом случае, когда живешь в ВГЭ, то есть в квартире. В общагах я не так уж уверена, можешь ли ты кому-то... Нет, 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 я жила в общежитии. Я жила в общежитии. Стоит столько же. Я платила 350. Да, кстати, общежития здесь очень дорогие. Даже дороже, чем квартира. Вечный срач, вечный срач. Я вообще, я там жила. У нас мы просто здесь живем, у нас идеальный порядок вообще. А там просто, ну то есть ты заходишь и вот ты меняет везде мясо. А ты когда мясо не ешь, у тебя запах этого мяса, лука, там что, китайцы. Вот это вся еда. Я не люблю азиатскую еду. И оно все пахнет. Я помню, я жила в Японии, там было куча китайцев, плюс с Юго-Восточной Азии. И кто-то, я не знаю, постоянно делал куриные ноги. Ух, просто очень интересно смотреть. Для сравнения, здесь, насколько я знаю, комната, где ты живешь с кем-то, то есть доплю ЦМЛ, стоит 300 евро, по-моему. Ну, 280 где-то, где-то так. Я плачу 400, то есть это плюс 25 процентов. И эта комната, как правило, там 10-15 квадратных метров, да? И меня 30 квадратных метров на меня одну. Не, у меня то же самое. Я тоже жила полтора года в общежитии. Но сначала я просто не знала. Я пока ходила на курсы немецкого, я не знала, что по-другому можно. А потом, ну, последние полгода у меня было лень перебежать. Но потом я увидела эту прекрасную квартиру, и все, полчаса. Окей, у меня еще такой вопрос. Поступить на мастер в Янтский университет надо экзамены сдавать? Насколько мне известно, нет. Я не знаю никого, кто сдавал экзамены, во всяком случае. Я не сдавала никаких экзаменов. Но я нигде не сдавала экзамены. В Оксфоне тоже. Окей, просто в этом такой прикол, что я когда, ну, в Янтский университет, я знаю на бакалавре, на некоторых профессиях, на некоторых факультетах, ну, ну, то есть медицинские точно, сто процентов, надо сдать экзамены. Почему немцев много едет в Австрию? Потому что в Австрии легче поступить в универ. На моем факультете... А, тиль. Окей, я поняла, к чему это. Нет, ну, это все знают, это все знают. Ну, я не знаю. Вообще, в Германии сложнее поступить. В Германии сложнее поступить. У меня в университете не было никакого экзамена, когда я поступала. Была студенческая фаза ориентирования, более сложный был отбор, более тяжелые делали экзамены. И поэтому их сразу мало кто, очень мало кто сдает, причем на плохую оценку. Списать вообще это не про вену. Здесь никто не списывает. Здесь невозможно, мне кажется, списать. Не так по всему периметру стоят эти учителя. Вот, но на данный момент начинают вводить на некоторые факультеты, где слишком много людей, экзамены. Ну, и на магистре мы поняли, так, на двоем факультете. Да, мне было исключительно легко поступить. Вена — это был мой план. Удержаться сложно? Фуан, да. Мне интересен такой вопрос. Если бы у тебя была возможность на бакалавр сюда приехать, ты приехала или пошла в Германии? Ну, приехала, наверное, просто на тот момент. Я не знаю. Такого варианта не было. Спасибо большое. По-моему, мы ответили на все вопросы, которые у меня были. Было всё суперинтересно. Ребят, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их внизу, и Настя на них ответит. И да, спасибо тебе ещё раз большое. Было очень-очень интересно, очень прииновательно. Я вшел в комментариях всех людей из МГИМО. Да. Вот, и, ребят, мы увидимся с вами в следующем видео. Настя нам ещё обещала рассказать и про Оксфорд, и научить японскому. Так что будем её эксплуатировать. Пока карантин, особенно если я не смогу вернуться домой. Да. Мы немного застряем. Но обязательно комментируйте видео, тогда мы будем записывать ещё больше видео, и мы увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на этот канал. Пока-пока. Пока.